Часто от начинающих виноделов можно услышать. Мы добавляем воду и сахар в вино, потому что мы используем Изабеллу, а используем мы Изабеллу только потому, что у нас больше ничего не растет. И вот сегодня мы с вами поговорим о трех альтернативах этой самой Изабеллы. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Теперь пару слов о том, чем же так хороша вот эта самая Изабелла. На самом деле я сейчас буду говорить о двух сортах, потому что истинная Изабелла, она очень поздняя и выращивается она в более южных регионах. Там 160 дней срока созревания, это огромнейший срок созревания, это больше чем полгода. От момента распускания почв до созревания ягод. Посчитайте, сколько тепла у нас и сколько у нас длится этот период. У нас в средней полосе белорусы в том числе выращивают альфу. Это, скажем так, родственница Изабелла. У нее срок созревания несколько поменьше, 140 дней. На самом деле это тоже достаточно много. Наверное, так исторически сложилось, что вот кто-то когда-то привез этот виноград, стал размножать по своему детству. Я помню, что виноград был чуть ли не в каждом дворе, но толку с него особо не было, как нет и сейчас. Почему его любят, почему говорят, что у нас больше ничего не растет. Ну, открою вам секрет, у вас больше ничего не растет только потому, что вы не пробовали садить что-то другое и вы не искали альтернатив. И если лет 30 назад найти альтернативы было действительно сложно, то сейчас найти эти самые альтернативы очень легко. Ну, буквально через пару минут мы перейдем уже к конкретным конкретике. И тут еще один момент, считается, что там не болеет, не вымерзает. Это не совсем так. На самом деле болеет. И ту же альфа-болезненную я видела сама, мы же соседей посидела по забору периодически, там к нам залазила, и аидиума на листве там было достаточно много. Просто поскольку выращивают вот так вот, ткнули под забор, когда мы не подходим, не смотрим, то этого не замечаем. Точно так же может смерзать весной, когда у нас приходят весенние майские морозы. Другое дело, что быстро восстанавливается и плодоносит из замещающих почек. Но та же альфа, напомню, 140 дней срок созревания. Вот для нас хорошо 120. Ну, это такой предел, да. Дальше это уже риски и эксперименты. Там, напомню, 140, прибавьте еще 2 недели задержки. Что мы получаем? Мы получаем очень позднюю ягоду, которая, в принципе, не подходит под наш регион. И толку с того, что она растет. Ну, а теперь переходим к альтернативам. Альтернативы есть. Сегодня я назову 3. На самом деле гораздо больше. Ну, просто вот 3. Это, скажем так, то, что испытано, то, что растет и то, с чем мы работаем. Альтернатива первая. Это зелга. Сорок прибалтийской селекции специально владелся для достаточно влажных, для достаточно северных регионов. Срок созревания у зелги гораздо более ранний, чем у альфы и, разумеется, чем у изабеллы. Начало сентября примерно зелгу мы уже снимаем. Ну, в этом году была задержка некоторая из-за холодного мая, поэтому мы сняли позже. Прекрасно сахаронакопление, достаточно низкий уровень кислоты. Ее приятно и просто поесть. Для тех, кто вот любит эту самую изабельную ягоду, поесть зелгу вполне приятно. И когда вот люди, не сведущие, приходят пробовать, они видят, что внешне она немножко похожа. Берут сладкое. Ну, первое впечатление, да, сладкое. Также, в отличие от изабеллы, у зелги несколько другая консистенция ягоды. Менее сопливая, несколько более приятная. Да, на мешочках, но все равно она приятней. И по ароматике зелга более приятная, более спокойная. Но, опять же, я сравню, на самом деле, не с изабеллой, а с альфой, которая растет в наших регионах. Ну, зелга более ягодная, более зеленичная. И аромат такой более спокойный. Вот так, наверное, будет правильнее сказать. Срок 1. Нормальная кислота 2. Нормальный сахар. Пределы 20-21 накапливать для легкого, приятного вина. Этого более чем достаточно. Вино из зелги мы делаем уже на протяжении лет, наверное, 6. Достаточно неплохо оно хранится. Буквально не так давно я показывала дегустацию вина. Урожай 21-го года. То есть, все там замечательно. Тоже достаточно морозоустойчивая. Тоже хорошо восстанавливается. Ну, по болезням, в принципе, я уже сказала пару минут назад. И скажу еще раз, что все-таки болеют любые кусты. И если мы хотим получать хороший урожай, то немножко надо им иногда помогать. Ну, пусть не обработками, но хотя бы в плане поддержания там не сильной загущенности, да, подкормки и чего-то такого. Альтернатива номер 1. Альтернатива номер 2. Это Симоне. Это также сорт при Балтийской селекции. Он созревает еще чуть раньше, чем зилга. Он очень сладкий, да. Там низкий уровень кислоты. Вот по именно параметрам сахара. Ну, тоже где-то 18-20. Там набирается очень приятный земляничный вкус. И вообще вот для тех, кто не избалован, в принципе, вкусным виноградом, да. Симоне будет очень вкусным. Конец августа уже готов. То поустойчивости по всему. Примерно такой же, как зилга. Сорт неприхотливый. Оба эти сорта прекрасно держат нагрузку. То есть, снимать с них можно там и 20, и 30, и 40 килограмм. И даже можно больше. Но для этого надо, опять же, куст вырастить. Дать ему место, да. За ним ухаживать. И можно получать с него достаточно много. Также Симоне мы делали в вине отдельно. Получается очень такое темное вино. Плотное, насыщенное и практически без изобольного аромата. Ссылку на дегустацию. Вин даже вот несколько лет подряд я снимала. Разный урожай. Я вам все эти ссылки оставлю. Все это можно посмотреть. Вариант номер 3. Это Вэллент. Это американский сорт. Заявленный какой-то вообще нереальный. Морозостойкостью, зимостойкостью. Я боюсь сейчас соврать. Там чуть ли не минус 45. Ну, на самом деле, американцы трохи примирают в плане морозостойкости. И морозостойкость они измеряют под снегом. Но, тем не менее, Вэллент это тоже куст, который прекрасно восстанавливается. Который прекрасно растет. Который, ну, чем-то может быть болеет. Ну, крайне редко, впрочем, как и два предыдущих. А если мы немножко дадим ухода, то там вообще все будет замечательно. Хорошее сахарное накопление 22-23 брикс вполне реально можно получить. И сроки созревания, я называю их в наших конкретных условиях. Не какие-то мифические, а реально, когда мы снимаем эти ягоды. Это конец августа, начало сентября. То есть, в этот момент мы уже получаем хорошую сладкую ягоду. Без вот этой едкой кислоты. И без всех танцев с бубнами. Более того, вот Вэллент, который вы здесь видите. Это трехлетка. Мы в прошлом году уже получали с него урожай. И в этом году мы уже имеем нормальную нагрузку. Это сорт вообще, который обладает такой невероятной жизненной силой, что мало таких. Высаживали мы вот такими. Вот у меня были замоченные саженцы. В общем, малепасенькие-малепасенькие из пророщи. Вот черенок пророс, да, там пару листиков. И вот на третий год мы уже получаем вот такую нагрузку. То есть жажда жизни, потрясающий урожай. Можно получить рано, как в плане срока жизни куста, так и рано по срокам. То есть вот в наших реальных условиях, это конец августа, начало сентября. Уже вот можно снимать. Еще к фишинку на торте я добавлю четвертый сорт. Это русский ранний. Я его все время называю как сорт помощник, сорт разбавитель. Потрясающее сахарное копление. 20, 22, 23 брикс. Шикарно. Кислоты совсем мало. По вкусу очень приятный. И вот если вы хотите держать свою Альфу, да, вы хотите держать свою Забелу, не знаю, вот вам дорога как память, посадите втопавок русский ранний. И просто смешивайте их. При этом, знаете еще, что у русского раннего замечательного, он очень долго может висеть. Вот он уже созреет, мы понимаем, ну вообще мы делаем такую стандартную смесь, зилга русский ранний симонел, потому что они примерно там в одно время созревают. Но если надо кого-то подождать, например, ту же зилгу, то русский ранний прекрасно может висеть на кустах, долго висеть на кустах. После дождей он хорошо восстанавливает сахар. И сахар он 20, 22, 23 брикс. Этого более чем достаточно, опять же, для легкого приятного вина вы можете получать. То есть хотите оставить, пожалуйста, но как вариант просто добавляйте кого-то менее кислого и более сладкого. И не надо будет никаких вот этих танцев с бубнами. Но на самом деле это не единственная альтернатива. Я вам назвала только то, с чем мы работаем. И вот Вэльян у нас такой довольно молодой на участке, а с остальным мы работаем уже на протяжении многих лет. На самом деле же альтернатив гораздо больше именно в плане устойчивых сортов, в плане урожайных сортов и в плане сортов с ранним сроком созревания. Поймите, что первое вообще, когда мы подбираем сорт под наши условия, это сроки созревания. Нет никакого смысла в его суперустойчивости, нет никакого смысла в его там ни болезненности и всем остальном, если он просто не созревает. Вот. Логики в этом никакой. То есть, если даже мы, например, садимся в авто в позднем сроке созревания, то мы должны понимать, ради чего мы это делаем. Мы можем садить каких-то европейцев, которые могут давать какие-то суперклассные вины, и создавать им условия, давать им дополнительное тепло, для того, чтобы они зрели в наших условиях. Просто держать якобы что-то неприхотливое, которое не будет созревать, но смысла в этом никакого. Тем более, что в плане неприхотливости альтернативы есть. То есть, устойчивая к неблагоприятным условиям сорта, при этом с более ранними сроками. Но, конечно, я добавлю все-таки, что если вы хотите получать вот вообще классный результат, то некоторые усилия надо приложить. Пусть не в плане обработок, ну, хотя бы в плане там обрезки, формировки, какой-то подкоробки, чтобы не было загущения, вот тогда вы будете получать хорошую, вкусную, спелую ягоду вовремя, которую будет и покушать приятно, и попить приятно, и не надо будет никаких вот этих непонятных танцев. Ну, еще в плане укрытия. Все сорта, которые я вам сегодня назвала, они имеют хорошую заявленную зимостойкость. Вейлент, я вам говорила, это вообще какой-то космос. Но при этом надо понимать, что у нас, опять же, в нашем регионе опасны не столько зимние морозы, сколько весенние перепады температур. Потому что в этот момент даже самый зимостойкий сорт, он вот эту самую зимостойкость теряет. Хотя, у меня, данные о выращивании того же Вейлента в неукровной культуре есть. Те же Зилга, Симона и Рускиране, они тоже позиционировались всегда как сорта для выращивания в неукровной культуре. Я вам уже сказала, что та же Альфа, та же Изабелла, они точно так же могут подвергаться почке повреждениям при весенних морозах. Просто они хорошо восстанавливаются. Сорта, которые я вам сказала, они тоже хорошо восстанавливаются. Но при этом, за счет вот этих ранних сроков созревания, даже если они пойдут из замещающих почек, все равно вы успеете собрать хороший, качественный урожай. В отличие от Альфы, Изабеллы, где вы местный урожай, не всегда можете собрать в нужных кондициях. Но если там еще какая-то задержка, замещающие почки, то ни о каком созревании речи вообще не идет. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды наши контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok